Всем привет, привет, привет! Ну что, ждали, и я пришла. Так, ну что, многие мне писали, многие упрекали, что нет, у нас полные магазины. Да я только рада за вас, это хорошо, что у вас полные магазины. В принципе, у нас магазины тоже полные. Всего-всего, как говорится, навалом. Голодные мы не останемся, это точно. Так получилось. В общем, я сегодня бодра, весела, была с самого утра. Столько было планов, столько было идей, столько было задумок. Мне пишут в последних видео, что-то какие-то волосы, вот, мне пишут в последних видео, Марина, что-то ты перестала худеть. Да я не перестала, я вся на эмоциях с этими новостями. Все же пропускаешь через себя, а мы, люди, с вами не железные. Все равно у нас есть какая-то душа, даже у блогеров есть душа, они тоже плачут. Плачут в душе, и у блогеров тоже есть семьи. Вот. Я сегодня встала с утра специально, я же вам рассказывала, что хотела встать с утра, сходить в мясной магазин, на рынок, посмотреть, как обстановка там. Я все вам засняла, вот, в магазинах, поэтому кто мне будет там говорить... А, нет, свет. Пускай свет будет. Не хочу верхний свет включать, потому что уже поздно. Я думаю, мы с вами и так поболтаем. Вот. Потому что люди мне пишут, ой, у нас все есть в магазинах. У нас тоже есть, дорогие мои, но вот основного чего-то дешевого, что вот бабушка бы пошла и взяла бы этот пакетик дешевой гречки, недорогие макароны. У нас этого нет. Я сегодня пошла и специально в двух магазинах вам засняла полочки, поэтому в этом видео вы все увидите. Давайте все по порядочку. Вот. Не хотела никуда идти, утром встала рано сегодня, на такой, конечно, эйфории. Покрутила я педали, а то мне многие говорят, не крутишь педали. Кручу я педали, кручу и делаю упражнения, тоже делаю небольшие, потому что хочу сказать, что делать очень тяжело с таким весом, как у меня. Вот. Делать упражнения еще очень-очень тяжело и крайне не рекомендовано делать их прям, вот сразу давать себе на большой вес, на грузку. Поэтому я вот сегодня сделала несколько упражнений, и, если честно, мне стало нехорошо, потому что все тело завибрировало вот так, мышцы заработали, я покрутила педали, потом сделала вот эти упражнения. С пятницей, вас, мои дорогие, с вечером. Вот. В общем. И потом выпила кофе. Хотела поснимать для вас завтрак, но не поснимала. Начнем уже с вами с понедельника, уже будут какие-то завтраки, обязательно будут. Такие, которые для нашего правильного питания, и будет тренажер, будем с вами заниматься, и скидывать вес. Обязательно. Это будет. Я про это не забыла. Многие говорят, ой, она боится худеть. Там самое, нет, я не боюсь. Просто сейчас, я думаю, в головах у всех, у всего мира, даже не только у нас россиян, а в головах у всего мира абсолютно, абсолютно другая проблема. Другая. Поэтому сейчас не до похудения. Хотя, знаете, вот мне хорошо. Я как бы в своем теле, ну, продержусь. Но это отступление, такое шуточное отступление. И я же хотела, думала, утром, думаю, высплюсь, утром встану и к девяти, думаю, по бреду на рынок. Там у нас есть вот этот индейкин дом. Думаю, пойду в индейкин дом, разведаю там обстановку, как там насчет мяса. Потому что в наших магазинах, к сожалению, с курицей, с куриной разделкой очень-очень плохо. И даже с мясом. Вот. Пятница. Вот так. Но я всю ночь не спала. Встала утром. Кручу педали. Сделала гимнастику. Пошла в душ. Сделала себе кофе. И что-то мне стало так хреново. Вот хреново, понимаете? Посмотрела новости. И на душе стало хреново. Уже начинаешь, понимаете? Уже, ну, дни-то идут. Вот, хочется, чтобы все наладилось. И начинаешь уже себе придумывать и надумывать чисто внутренне. У тебя неспокойно в душе. И уже ты думаешь, ой, у тебя тут болит, ой, у тебя тут колет. Уже думаю, ой, задыхаюсь, дышать не могу. Там это самое, все болит, все нехорошо. Укуталась вот так, закуталась, закуталась, закуталась и легла спать, представляете? И встала уже только под вечер. Думаю, ну, пойду, потому что пошла, думаю, я сегодня ночью хочу поспать. Чтобы мне сегодня ночью поспать, мне надо что-то расслабиться сегодня. Поэтому я думаю, я сегодня расслаблюсь и нормально-нормально посплю. Поэтому я расслабляюсь. Так, зашла в индейкин дом, прошлась по магазинам, кстати, в алкоголических магазинах. Всего навалом, да. Всего-всего-всего. Прям навалом. Никакого дефицита, никакого ажиотажа нет. Ну, в принципе, во всех магазинах никакого ажиотажа нет. Поэтому уже немножко к концу недели навадилось. Но я же говорю, полки еще есть пустые. Я вам сняла, вы посмотрите. Соли нет. Соль есть дорогая. Ну, вот что подороже, в принципе, для нас с вами цены нормальные. А вот бабушка какая-то уже, такую дорогую соль или такие дорогие макароны, вот эти пастерони, вот эти в желтеньких таких упаковках, они бывают еще по акции. 78 рублей в атаке стоят. Что я прикупила? Я прикупила. Да, как же я, извините, пошла, я не прикуплю. Я прикупила. Сейчас покажу вам свои покупки. Мне уже надо давно все... Я пью-пью. Как говорится, пью-пью-пью. О, огромная сумка. Так, что я прикупила? Опять прикупила огурцы, но я, в принципе, неделю не планирую ходить по магазинам. Огурчики у меня есть. Я купила еще одну упаковку. Это в пятерочке. Пятерочка, знаете, ну, так накидала вот там на эти пустые полки. Вы увидите, я вам покажу. Муки никакой нет. Вот. Крови. Ржаной, кукурузной, рисовой. Пожалуйста. Обычной муки нет. А вот в индейкином доме мука есть. Макфа 2 килограмма 98 рублей. Есть, пожалуйста, берите. Так что обычную муку найти можно. А пятерочка. И, кстати, в атаке муки тоже нет. Тоже стоит ржаная. Ну, ржаная в основном. И еще какая-то. Кукурузная, рисовая, пожалуйста. Все заботятся о нашем с вами здоровье. О нашем с вами правильном питании. Представляете, что я нашла? Сегодня с пятерочки все забили с содой. По 21 рублю. Это не все. Опа. Урвала соду. Ну, блин. Ну, я мою содой посуду. Я мою содой. У меня есть моющее средство. Я от него не отказываюсь. Я не против него. Не подумайте. Но я содой мою кружки, мою ложки, мою разделочные доски. Мою поверхности. Поэтому сода как бы мне всегда, всегда, всегда нужна. Вот я даже жалею, что купила мало. Вы увидите в видео. Там соду выставили. Прям вот целый, целый такой полностью, полностью забитый стеллаж соды. Слава Богу. Кстати, в атаке сода тоже есть. Я потом видео, когда смотрела видео свое, пересматривала, тоже увидела, что в атаке есть сода. Представляете? Наконец-то выложили овощи. Причем и в атаке, и в пятерочке овощи были нормальные. Купила морковки. Посмотрите, сколько морковки купила. Но морковку я обожаю. Ничего мне не говорите, что я купила там типа много. И лук. Что я купила много овощей, потому что морковка, лук уходят на уран. Сейчас любые макароны, любые каши варю и вот делаю лук, морковка. Это очень вкусно, потому что мясо, мясо, употребление мяса свелось к минимуму. Вот так. В атаке. В атаке, ну в принципе, до этого была дорогая туалетная бумага есть. Ее никто не берет. Наконец-то выложили вот эти мои салфетки, любименькие. По 41 рублю я взяла. Также есть дешевые платочки, дешевые вот эти полотенца, да, кухонные. Вот тоже есть. Поэтому можно взять. Не много, но есть. Ну, вы все увидите. Бумагу туалетную по 13 рублей. Вот такую в атаке тоже навалом. Я что-то даже пожалела, что одну взяла. Ну, в принципе, у меня бумаги туалетной много. Ну, зачем она? Ну, у меня диареи вроде нет, да? Так, дальше. Вот так и взяла грибочки. Вот не знаю, зачем. Просто взяла. Такие красивые они лежали. Там овощи выложили. Овощи есть. Лежали они такие красивущие. Думаю, ну возьму. Ну, что-нибудь приготовлю с них. Тем более сейчас идет пост. А в пост грибочки можно есть. Давайте с вами их, может быть, на кулинарном канале намаринуем. Намаринуем. Вносите свои предложения, что можно сделать из грибочков. Так. И взяла две бутылки масла. С маслом тоже дефицита, в принципе, нет. Масло есть все. Но масло, сразу скажу, не дешевое. Вот это я взяла по 70 с чем-то рублей. А, и в пятерочке еще взяла себе одну авокадину. Что-то так мне захотелось. Посмотрите, какая авокадо круглая, как шарик. Сейчас в нашу пятерочку привезли. Они по акции, что-то 38 рублей 100 грамм. Ну, она мягенькая, хорошая. Сделаем с вами как-нибудь какой-нибудь завтрак. Может быть, в понедельник. А может, в воскресенье сделаем. А что нет? С авокадо. И сейчас я вам скажу, это из Атака. Шампиньоны по 99 рублей. Сейчас цены озвучу. Салфетки 41 рубль. Шампиньоны 99 рублей. И масло вот это вот с проростками каких-то зародышей. Не знаю, с какими-то зародышами. Оно стоит 74 рубля. Но это по акции. Бумага, как я вам уже и сказала, 77 метров 13. Ну, прямо написано 77 метров. Ничего страшного. Пользовались раньше такой бумагой. И попользуемся сейчас вот этой бумагой. И все-все абсолютно завалено в атаке. Так что можно набирать. Знаете, как я раньше помню, раньше наши старые времена, да? Вот сейчас заходишь в магазин. Я не знаю, я думаю, все сейчас придадутся воспоминаниям после моих слов. Заходишь сейчас в магазин. Я думаю, каждый из вас заходил. И это нос чешется. И думаю, это видел, как какая-нибудь бабуля. Ну, или даже не бабуля. Просто тетечка. Роется где-нибудь там в мясе, в каком-нибудь молочке. Вот роется, перебирает. Никак не может себе выбрать. А я помню еще те времена, когда приходишь в магазин, и стоит толпа народа из-за такой ширмы, знаете, такая навесная ширма, продавщица выкатывала тележку, например, с сыром или с сардельками, с какими-нибудь консервами. Масло было, да, на разновес запакованное. Вот. Что еще было? Ну, вот с какими-нибудь товарами. И вот там было не до выбора. Вот там что, ухватишь? Вот ты руку сунул в тележку. Если тебе досталось, то тебе досталось. Вот. И выбора абсолютно никакого не было. Сейчас народ стоит, выбирает, все перебирает, все это в сторону вот так расшвыривает. Вот. Поэтому сейчас не до выбора. Вот так приходишь, либо дорогая бумага, Зева, стоит, пожалуйста, бери, дефицита в ней никакого нет, либо вот такая за 13 рублей. А такой дешевой бумаги, ну, нет. Вы посмотрите, полки, в принципе, пустые. Я для вас там чуть-чуть поснимала. Вот так. Я, в принципе, свою попу могу вытереть и такой бумагой. Мне там кто-то написал, ну, конечно же, приятно там какой-то четырехслойной бумагой вытирать попу. Ну, конечно, приятно. Я вам что, что-то говорю? Конечно, приятно. Но, в принципе, я не притязательная. Моя попа... Мы попу, если честно, в давние времена вытирали газетой. Понимаете? Ну, вот простой газетой. Сейчас газет, к сожалению, нет. Раньше газет выписывали очень много. Я думаю, женщины, сейчас, которые самые чуть там старше меня, на 10, на 20 лет, я думаю, это помнят, что раньше выписывалось огромное количество газет. И Комсомольская правда, и Известия, и Московский комсомолец, и каких только не выписывалось газет. И газет лежали вот такие тонны, носили их макулатуру. И во времена дефицита вытирали ими попу. Вот так. В принципе, наши унитазы прекрасно воспринимают эту газету. Вот. Сейчас, я думаю, сейчас газет мало у кого есть. А обычную бумагу, ну, наши с вами сортиры, к сожалению, не выдержат. Поэтому, ну, прикупила. Во-первых, я же повторюсь, у меня кошка, которой я вот подстилаю такую бумажку, она туда писит, какает. Поэтому сейчас приходится, в принципе, брать такую туалетную бумагу и еще по пути беру ей корм, потому что, ну, как, извините, животные, они в любой кризис, в любую ситуацию, они ни в чем не виноваты. Они тоже хотят какать и тоже хотят кушать. Так, что дальше? Вот. В индейкином доме, слава богу, я пришла все есть, все мясо, вся курица, вся индейка. Пожалуйста, выбирай, не хочу. Я же говорю, даже мука есть, даже пшено есть. Я взяла свои любимые яйца. Взяла куриные и взяла свои любимые перепелиные. Вот такую прелесть. Короче, ну, полюбила я их. Вот у кого есть индейкин дом, возьмите, очень-очень вкусные, не реклама, просто на самом деле очень вкусные яйца белорусские, производство Беларусь. Куриные вкусные, перепелиные тоже очень вкусные. Посмотрите, куриный дом, индейкин дом. Взяла, они есть. Взяла там колбаску кроличью. Вот что от нее осталось, уже все съела. Колбаска дорогая, 830 рублей. Сейчас я вам покажу. Осталось чуть-чуть. И взяла вот копченые. Куриные яйца тоже уже съели. Такие. Такая колбаска. Вкусная, посмотрите, с кроликом. Колбаса с кроликом. По 730 рублей. На 140 рублей я взяла, ну, такой небольшой лоточек, она уже там была порезанная. Думала, ну, надо мне чуть-чуть, что-то вот закусить мне надо. Я думаю, не буду же я просто так, мне надо что-то закусить. Ну, и сейчас давайте посмотрите мой поход по магазинам, полки. Обратите внимание, что все пусто. Причем, то, что я буду вам показывать, вот эти пустые полки всегда там были полностью битком забиты разным-разным ассортиментом. Иду сейчас в магазин. Если будет, что вам показать, обязательно покажу. Видишь, вот это. В фикс-прайсе, наверное, не пойду. В фикс-прайсе была. Ничего там такого нет. А туалетную бумагу можно в любом магазине купить и подороже, рублей на 10. Сейчас пойдем и посмотрим. Алкогольный магазин, все, а нет, белый, только золотая. Ага, вот видишь, курицы нет, я почти говорила. Да? И перекрестки нет. Ага, вот видишь, курицы нет. Ну, яйца не будем брать, яйца есть. Мясное тоже подъедается, смотри, да? Мясное подъедается. Масло, масло можно взять. А то, скорее масло. Ну, да, вот такое можно за 65 рублей взять. Она не рафинирована. Не рафинирована. Не рафинирована. Ну, ладно, ладно, а что тебе не рафинирована? Да, она вонючая. Как на нем жарить, да. А вот, альтерна, зародышей пшеницы за 74 рублей. Ну, соль, дешевую всю соль подъели. Макарусики. Да? Ну, макарошки тоже подъедены, да? Товар в пути. Товар в пути. Консервы есть, да? А крупы не тут, крупы вон там. Заморозку, кстати, привезли. Не было заморозки. Ну, и круп нет. Мука рожаная какая-то все, да? Так что обычной муки нету. Ну, и крупы. Дружба каши, кстати, появилась. Не было. Пшеничная дружба. Еще есть чуть-чуть. Манка чуть-чуть есть вон. А так весь ассортимент. Видишь, помнишь, тут навалом? Навалом, навалом, навалом. Так что вот так. О, ну вот эту бумагу можно набрать. Вообще. Навалом. За 13 рублей как-то. А так дешевой бумаги тоже нет. О, салфетки, салфетки, 41 рубль. Ну, такой он, кстати, не очень, да? Не, вот это хороший. Ну, как не очень, вот это еще очень хороший. Да, все, хватит. Хватит? Да. Морковочки наберем. Салфетки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ой, пельмени все выложили Классно В принципе, яйца все есть Колбаса, колбаса навалом Ну и точно так же муки нет, кроме овсяной, кукурузной, рисовой Сахар навалом Сода, сода, сода 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 Соля дешевой нет У нас пошел вот такой снег Не знаю, передаст ли камера Но очень-очень красиво Просто Как настоящая снежная сказка Посмотрите, что творится Ну, он такой мокрый Он падает и сразу Сразу тает Ну все, направляюсь домой Ну, я надеюсь, вы теперь не будете мне говорить, что полки полные В принципе, все есть Я же говорю Там нормальный человек придет и голодный не останется А вот я говорю, какая-то бабулечка Какие-то дешевые макароны Какая-то дешевая гречка Какая-то... Кстати, гречки нету вроде Вот Я даже на видео потом смотрела Вроде гречки нету Так что-то выложили Мамке там чуть-чуть Несколько упаковок Какой-то крупы Там Недешевый Рис Вот этот Дикий бурый Да Ну, зачем бабуле Дикий бурый рис Я думаю, он ей не нужен Этот дикий бурый рис Вот Что-то я расслабилась совсем Мне надо поспать Я потому что Несколько ночей Уже не сплю Вот так Сок пью Так Ну, теперь я запасла с маслом Потому что масло, если честно Вот у меня Стоит масло Оно уже начатое Больше нету Поэтому пришлось две упаковочки взять Но я, в принципе, это не затар никакой Я всегда так масло беру Одно открываю И сразу беру про запас Чтобы было Потому что обычно кончается Я раз полезу, нету масла Я масло в основном Я ничего не жарю Но бывает Надо вот куда-то Чуть-чуть добавить масла А его нет Поэтому вот у меня теперь Две бутылочки есть С какими-то там проростками Зародышами пшеницы Омега Я к маслу, кстати, непритязательное Вот которое по акции всегда есть Вот это золотая семечка Потом олейна по акции Взяла олейна Не притязательная И в индейкином доме Прикупила крылышки У меня есть лаваш Я уже вам говорила Хочу немножко Килограмм купила Килограмм крылышек Стоит 159 рублей Сделаю с лавашиком Покушаем Ну, я крылышки очень люблю Это мой мастхэр Особенно если сделать их с медом Там с соевым соусом И купила три Тоже была по акции 175 рублей Три куриные грудки Ну, для нас, для похудающих Да, куриная грудка Это тоже очень важный Такой, чтобы была Так что куриную грудку Я сейчас заморожу, скорее всего А вот крылышки замораживать не буду Поэтому вот так Спасибо, что вы со мной Я думаю, что В магазинах и так всего навалом Голодные, как говорится Холодные мы не останемся Будем брать то, что в магазинах будет Либо заказывать на дом Я уже, кстати, думала о том Что если какие-то меры введутся Можно заказывать Доставку на дом Надо посмотреть Все, оставайтесь со мной Берем в магазине то, что есть И всем пока Спасибо за поддержку Спасибо, что вы со мной Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому